По первоначальным данным Департамента статистики, население Эстонии увеличилось на 607 человек. И хотя уточненные данные по численности населения Эстонии будут опубликованы 14 мая с учетом показателей незарегистрированной миграции, все равно очевидно и сейчас, что 2022 и 2023 отличились рекордно низкими показателями рождаемости. Причем в ушедшем прошлом году она была на самом низком уровне, начиная с 1919 года, когда только началась регулярная публикация данной статистики. Этот показатель побил рекорд и 2022 года, когда уровень рождаемости оказался самым низким за последнее столетие. В прошлом году родился 10 721 ребенок. Это первый раз в истории Эстонии, когда количество рождений зарегистрировано менее 11 тысяч. Годом ранее число рождений также было очень низким, где-то около 12 тысяч. То есть уже два года мы наблюдаем негативный рекорд и даже до того рождаемость снижалась. Но и кроме Эстонии многие европейские страны рапортовали о низких показателях числа рождений за последние годы. На такую ситуацию влияет, конечно, все то, что происходит вокруг. Эксперты называют подорожание уровня жизни главной причиной, по которой люди не решаются заводить детей. Но вокруг еще огромное количество проблем. Последствия коронакризиса не уйдут так быстро, а к ним добавился военные и экономические кризисы. Но если взять только цифры статистики, то население Эстонии увеличилось. В 2022 году в Эстонию прибыло экстремально большое количество мигрантов. Прежде всего, это украинские военные беженцы, которые остались жить здесь. Их было более 33 тысяч. В прошлом году их было примерно 11 тысяч. Надо отметить, что и до всех этих событий граждане Украины приезжали в Эстонию, но их количество было в границах трех тысяч. Большую часть всех иммигрантов составляют граждане Эстонии, которые покинули родину по каким-то причинам, а теперь решили вернуться. К сожалению, позитивная тенденция прошлых лет, когда больше эстонских граждан возвращались в Эстонию, чем уезжали, теперь не наблюдается. Наоборот, больше граждан уехали из страны, чем вернулись. По статистике покинули Эстонию 4451, а вернулись 2865 человек. Больше всего эстоноземельцы уезжают к соседям Финляндию и другие страны ЕС. Если же брать статистику смертей, то их количество уменьшилось и вернулось к примерно тому уровню, который был до пандемии. Но все же закончим менее драматичными данными. Если взять статистику самых популярных имен, то из родившихся 5266 девочек 107 получили имя София. Мальчиков родилось 5455. Самые популярные имена Марк и Хуго. Лентуровская, Роман Васильев, Новости Таллина.